Большой привет! Меня зовут Лилия. Добро пожаловать на мой канал Лилия Кроется. Я вас здесь очень рада видеть. Вчера я пропустила, к сожалению, съемку видео, поэтому сегодня будет два видео в одном. И я надеюсь, что вам это очень все понравится, потому что это все очень-очень вкусно. Мы с вами приготовим сегодня два рецепта. Это немецкие пряники, нюрнбергские, это не пряничные человечки, а совершенно другие пряники. И сегодня сделаем безалкогольный грушевый пунш. Начнем с пряников. В миску разбиваем 5 яиц и добавляем туда 170 грамм коричневого сахара. Все это хорошо перемешиваем и взбиваем, так что получилась небольшая пена. Сюда же добавляем 3 столовые ложки вашего любимого меда, какой вы хотите, да, ну тут принципиальный его вид. И опять-таки это все хорошо перемешиваем, чтобы мед там растворился полностью. Желательно его перед этим немножко растопить, если он у вас не жидкий. Сюда же мы добавляем очень много специй. У меня есть такой вот микс специй, называется как раз таки специи для пряников. Я вам в комментариях напишу, какие специи смешать примерно, чтобы получить этот микс. Добавляем 2 столовые ложки этого микса, если у вас такие специи есть, и 2 чайные ложки еще корицы. Опять все это хорошо перемешиваем и наслаждаемся запахом, который уже можно чувствовать в это время. Также в этих пряниках нет ни грамма муки, вместо этого тут есть очень много орешков. Тут целых 400 грамм молотых орехов, 200 грамм мясного ореха и 200 грамм миндаля. Я взяла сразу молотые, если у вас такого нет, вы можете, конечно, их перемолоть, нужно очень-очень мелко. И перемешиваем это все с нашей яично-сахарной массой. Для большего вкуса сюда можно добавить цукаты. Я добавляю, у нас они называются цитронат и оранженат. Это такие шкурки от лимона, от лаймов, от апельсинов, которые проварены в сахарном сиропе, в глюкозе. И они не очень сладкие, они не совсем сухие, дают небольшую цитрусовую нотку. И вообще с ними очень вкусно. Вы можете добавить цукаты, если вам нравится. И желательно их, конечно, я добавила их сразу в тесто, но их можно немножко помельче нарубить, чтобы пряники были более гладкие. Потом я беру вот такие, называются у нас бак-опла. Это такие небольшие, как вафельки. И аккуратно, тоненько сюда выкладываю нашу массу. Вы можете делать без этих вафелек, и все тоже получится очень хорошо. Оригинальный рецепт, конечно, требует их, но вполне можно просто выложить массу, эту пряничную, на пекарскую бумагу и выпекать. После того, как мы сформировали наши пряники, разогреваем духовку на 180 градусов и выпекаем наши пряники 20 минут. После того, даем им остыть, растапливаем шоколад и украшаем им наши пряники. Также можно взять сахарную глазурь, можно взять темный шоколад, ну и вообще топик по вашему выбору. И у нас получаются вот такие вкусные, очень сочные, замечательные пряники. Они слегка хрустящие снаружи и очень-очень мягкие внутри. Я их привезла домой, и все наши просто были в восторге. Ну и давайте приготовим рождественский грушевый пунш. Он безлогольный, так что отлично подходит как взрослым, так и детям. На две порции выливаем в кастрюлю 400 мл грушевого сока. И добавляем туда где-то пол чайной ложки лимонной цедры. Также я туда добавляю небольшую дольку лимона, чтобы перебить именно приперно-сладкий вкус грушевого сока, который у меня был. И лимон с этим отлично справляет. Добавляем туда щепотку гвоздики, две штучки аниса, палочку корицы. И добавляем туда также кардамона. Можно 2-3 капсулы, если он у вас таких вот не молотый. Но если у вас молотый, то где-то примерно пол чайной ложечки. И к груши подходит также очень хорошо в ваниль. Я добавляю пол чайной ложки ванильного экстракта. Вы можете взять стручковую ваниль и туда именно семена выложить. Или же, возможно, ванильный сахар, но вам тогда понадобится немножко больше черного чая, который я добавляю сейчас. Ну, или сделать его чуть крепче. Я добавила от 40 до 50 мл примерно черного чая, чтобы опять-таки сбить нашу приторную сладость и сделать наш глинтвейн. Хотела сказать, наш пульш немножко более терпким. Нарезаю грушу на вот такие небольшие кусочки. Вынимаю серединку. В принципе, это делать не очень обязательно. Но я просто, скажем, боюсь, что когда мы добавим нашу грушу в стакан для украшения, что у нее может появиться век пробки. И тогда невозможно или неудобно будет прицепить наш пульш. Поэтому делать оно в такое большое отверстие. Добавляю к нашему пульшу и оставляю немного эти груши в горячем пульше. Но ни в коем случае не кипятите пульш. Я вас очень сильно прошу. Ну и оставляю немножко этот наш пульш, чтобы специи отдали свой аромат нашему грушему соку. И дальше наслаждаемся этим напитком. Ну, я очень надеюсь, что вам сегодняшний рецепт понравится. Вот такой грушевой пульш я делала в первый раз. Мне даже очень нравится. Из-за лимона он действительно получился не такой сильно приторно-сладкий. И все-таки сохранился этот цитрусовый подтекст от Глинтвейна. Ну и корица и специи делают, конечно, тоже здесь свое дело. Идеальный вариант для тех, кто, возможно, устал от вишневых и яблочных пульшей. Вот такой вот грушевый. Очень вкусно. И я действительно, правда, очень советую добавлять туда черный чай. Потому что он делает его чуть-чуть более терпким и тоже менее сладким этот грушевый сок. Ну, а на этом все. Мы с вами увидимся завтра. Я очень рада, что вы посмотрели это видео до конца. И желаю вам всем прекрасного настроения.